Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Спрашиваете ли вы, могут ли отношения, основанные на интимной связи, перерасти во что-то более серьёзное. Если вам 24 года, парню 35 лет, у вас обоих по ребёнку и кроме вас, у вас больше ни у кого друг у друга нет. Также вы не просто спите друг с другом, проводите вместе время, но в общем у вас есть какой-то вот такой совместный временной промежуток, который вы вместе проводите, вероятно, знаете друг друга и всякое такое, но при этом парень не знает, чего он хочет и отсюда вот такая история. Ну, краткий ответ на вопрос, вообще ваш вопрос, он поставлен довольно-таки интересно, по тому, что не совсем к психологу. Обращение, да, это больше, наверное, обращение к эзапирикам, потому что вот погадать, да, могут перерасти или не могут. Ну, могут, конечно, могут и не перерасти. То есть обсуждать вероятность происхождения, обсуждение вероятность наступления каких-то событий, вот, даже если вам эти события как-то вот нужны, важны и интересны, мне кажется, мягко говоря, странно, да. Вот, здесь немножечко важно другое. Во-первых, разница в возрасте между вами 11 лет, если я правильно дам, между вами 11 лет разницы и, в общем-то, нужно понимать, что при условии, что вам 24 парню 35, ну, видно, вы различаетесь по уровню развития личности. Не так сильно, как, например, если бы было наоборот, если бы вам было 35, ему было 24, но всё равно различаетесь. Разница в возрасте может свидетельствовать о неком таком компенсаторном механизме поиска партнёра, но партнёра в качестве опоры для решения какой-то проблемы у каждого из вас. Поэтому разница в возрасте они несколько смущает. Я надеюсь, что вот нужно более подробно рассмотреть все нюансы вот этого. Дальше. У каждого из вас есть ребёнок. Как минимум, это свидетельствует о том, что у вас есть опыт неудачных отношений. То есть это такой негативный, деструктивный опыт выстраивания отношений с партнёром. И не факт, что вы данный опыт правильно усвоили. Не факт, что вы сделали конструктивные, полезные для себя выводы. Совершенно не факт, к сожалению. В том смысле, что могут быть ошибки, могут повторяться ошибки в ваших текущих отношениях. Как у вас, так и у парня. Поэтому анализ прошлых отношений очень важно здесь тоже провести. Следующая неуверенность парня в том, чего он хочет. И ваш вопрос, символизирующий вашу тревогу по данному поводу, означает некую зависимость от решения мужчины. Вашу зависимость от решения другого человека. Это означает, что сами решения вы принимать, мягко говоря, не готовы. Это означает, что на себя положиться в принятии решения вы также не готовы. И это значит, что вы себе не доверяете. Это означает, что высокая вероятность внутренних конфликтов и противоречий. Поэтому здесь тоже нужно, чтобы вы доверяли себе, чтобы у вас было свое решение. Чтобы вы не ждали от мужчины принятия какого-либо решения, неважно какого. Чтобы вы сами шли своим путем. Чтобы вы сами шли по жизни к своим целям. Реализовывали их, самореализовывались и так далее. Следующее. Это выражение серьезных отношений. Что считать серьезными отношениями? На мой взгляд, это очень важная деталь. Потому что, ну, указывает человека свои представления о том, что такое серьезные отношения. И, может быть, для мужчины вы уже в серьезных отношениях, а для вас нет? А для вас вы еще не в серьезных. И опасность ситуации заключается в том, что есть риск доминирования важности самих отношений над важностью человека. То есть, целью вашего взаимодействия станете не вы, ну, и ваши дети, а серьезность. Серьезность отношений. И, на мой взгляд, это не то, что может помочь сделать ваши отношения более гармоничными, духовными, радостными и прочее, прочее, прочее. Поэтому я могу вам ответить вопросом на вопрос, для чего вам нужны серьезные отношения. Вот, лично вам. То есть, ну, вот, вы проводите время с мужчиной, да, вы проводите время с человеком. И вы, вот, такое ощущение, что хотите себя обезопасить, такое ощущение, что хотите себя защитить. Но здесь очень важно понять, от чего вы себя защищаете, что вам угрожает. Какое значение для вас имеет серьезные отношения. Ведь я более чем уверен, что хотите вы их отнюдь не потому, что это сделает вашего мужчину счастливым. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго. Я надеюсь, что вы вместе со своим партнером найдете возможность обратиться, возможно, вместе к специалистам и решить все свои проблемы. Всего вам самого доброго.